Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 10 сентября. Продолжаю я дегустацию. И сегодня мы будем дегустировать очередных два гибрида. Первый гибрид это киба. Сеяла на рассаду 15 марта. Фасует нам фирма NS. Это не производители, это фасовщики. Так, ну давайте сразу про киба. Так, растение мощное, достигает высоту 2-3 метра. Формирует 5-6 плодов в кисти, так оно и есть. Плоско-округлой формы, розового цвета. Масса здесь у нас средняя не указана. Сейчас мы их завесим. Затем будем дегустировать. Так, весы немножко в сторонку отставим. Включаем. И начинаем с самых крупных плодов. 276 грамм. 242 грамма. Киба это очень замечательный томат. 246 грамм. 206. Ну, в общем, вот такая вот средняя масса. Единственный минус этого гибрида. Очень сложно его купить. Остальные только плюсы по этому гибриду у меня. Дальше. Второй гибрид это Pink Magic фирма Гавриш. Нам фасует. Тоже это фасовка. Это не производитель Гавриш. Здесь у нас посеян был также 15 марта на рассаду. И что у нас тут? 200-240 грамм средняя масса. Но индетерминантный. И остальное мне прочитать будет очень сложно. Я вот так вот поближе подставлю к камере. Ну, чтобы вы смогли сами прочитать. Ну, я не вижу даже в очках. Так, ну и будем взвешивать. 241 грамм. Это тоже замечательный розово-плодный томат. 236 грамм. И 245 грамм. Ну, Pink Magic у меня вот из зрелых 3 помидорки осталось. Потому что сейчас идет активная переработка. Ну, и также до сих пор у меня еще, конечно, томаты в теплице. И сейчас у нас наступает бабье лето на Урале в Свердловской области. Вот сегодня уже второй день как тепло установилось. И я надеюсь, что зеленые томаты, которые я оставила в теплице, они еще меня порадуют. Они еще покраснеют. Ну, а сейчас начнем дегустацию. В целом, урожаем 2019 года томатами я очень довольна. Несмотря на то, что погодные условия у нас были сложные. Но мы справились с поставленной задачей. И без урожая не остались. Так, начнем мы с Pink Magic. Так, сейчас возьму, который помягче томат. Выберем вот этот вот. Вот такая вот красивая структура у томата. На срезе выглядит вот так. Многокамерный получается у нас. Пятикамерный. Так, и Ирочка Коткова спрашивала, что такое перикарпия. Перикарпия это вот эти вот. Вот они. Так. Сочный. Вкусный. Очень насыщенный вкус. Прям совсем-совсем с легкой кислинкой. Можно сказать, почти без кислинки. Ну, аромат такой средненький. Не ярко выраженный. Бывает вот томаты прям очень ярко выраженный. Аромат такой сразу сильный идет. Как только разрежешь. Здесь нет. Здесь такой средний аромат. Но томат замечательный. И урожайность у него тоже достаточно хорошая. Не могу сказать, что прям очень высокая. Но хорошая урожайность. Так. Теперь кибу. Вот так он выглядит на срезе. Так. Он тоже у нас пятикамерный. Кислинки практически нет. Даже еще меньше, чем в Pink Magic. Несмотря на то, что в гибриде Pink Magic прям совсем легкая кислинка. Ну, хочу сказать, что киба, можно сказать, совсем без кислинки. Томат. Ну, вот если их сравнивать, этих два гибрида, то на мой вкус Pink Magic более ярко выраженный вкус. Там сочетание сладости и кислинки такое сбалансированное и очень приятный вкус. А киба, он более сладкий. То есть там кислинки практически совсем отсутствуют. Сейчас еще попробую. Да. Совсем нет кислинки. Это вот для тех, кто любит совсем сладкие томаты. Но не могу сказать, что он прям очень сильно сладкий. Не буду обманывать. Он такой непресный. У него сладость присутствует. Но не такая, как у черри томатов. То есть это томат сладкий, без кислинки. Мясистый, сочный. Такие вот томаты, что Pink Magic, что киба, они очень хорошо подходят для переработки. Особенно на сок. Из них получается просто восхитительный сок из таких томатов. Так, ну на этом я буду заканчивать. Также хочу сказать, что кто делает заказы в моем интернет-магазине, вы пожалуйста не волнуйтесь. Мы уехали отдыхать на 4 дня. И за это время у нас накопилось очень много заказов. Поэтому потихоньку сейчас я отправляю заказы. Поэтому, если вы оставили заказ, ждите. Он обязательно поступит к вам. Придет. Я сообщу трек-код после того, как отправлю посылку. И вы его получите. Также хочу сказать, что оставлю я ссылку под роликом на канал Ирина Каткова. Это моя подписчица, которая открыла свой канал. Уже неоднократно я о ней говорила. Зайдите на ее канал. Посмотрите, она очень хорошие делает сейчас. Просто великолепные обзоры в теплицах по перцам, по баклажанам, по томатам. Живет она в Ленинградской области. И я хочу сказать, для тех, кто живет в Свердловской области, если вы заходите на канал Ирины Катковой, вы, конечно, удивитесь обилию урожая. Но вы не переживайте, свердловчане, жители Свердловской области. Нас в этом году погодка подвела, как чаще всего и бывает на Урале. Ну, а в Питере была, в Ленинградской области была хорошая погода, как в начале лета, так и в конце лета. Единственное, у них там в середине лета было прохладно. Ну, а у нас наоборот. У нас один месяц было тепла, а остальное все, в общем-то, холодно. Поэтому, я думаю, все жители Свердловской области остались с хорошим урожаем в этом году. Ну, но также хочу, чтобы вы полюбовались. Просто предлагаю вам полюбоваться, какой же можно вырастить урожай, когда погода благоволит нашим трудам и все получается хорошо. Ну и, конечно, там вы можете ознакомиться с теми сортами и гибридами, которые понравились вот как раз Ирине. Ирина не торгует семенами, она сама заказывает у меня в интернет-магазине, но заказывает вот как раз то, что мне нравится. И у нас с ней вкусы совпадают, как оказалось. Заходите, посмотрите, очень интересный канал. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока!